когда россия прекратит обстреливать украину получит ли наша страна системы патриот и как закончится война об этом поговорим с военным экспертом кириллом сазоновым я хочу чтобы мы с тобой сейчас твоими устами и твоими знаниями наполнили лакуны в образовании в понимании украинцами что происходит на линии фронта и не только на линии фронта да вот есть несколько вопросов которые такими зудящими мухами все время летают у нас над головой все время не дают нам покоя как комар в летнюю ночь которая вот и вроде бы прихлопнул вроде бы разобрался но он все равно потом опять возникает и первый из этих вопросов это вопрос о поставке нашими союзниками в основном американцами нам разнообразной военной техники лэнд-лиз не лэнд-лиз а почему не лэнд-лиз как все это дело происходит я честно говоря не очень склонен в этих юридических моментах то есть я как тот попугай которого везли через границу из советского союза в израиль хоть тушкой хоть чучелом побыстрее побольше как можно вот всего это хорошо а будет это лэнд-лиз отдельная программа же с доброй воли и какая страна через какую страну это будет по какой схеме проходить вот вопрос 29 то есть актуальный вопрос ремонта нашей техники в польше который будет делаться потому что не секрет что по мастерским россияне лупят я думаю для многих секрет уже никого не шокирует что лупят они охотно и по госпиталям где лечат наших бойцов будет происходить в польше они прости по-человечески обделаются полить по стране надо они из-за случайной ракеты столько там паники было то есть вот это вот работает это хорошо кто-то немножко кирилл немножко побольше вот именно об этом что сейчас каким образом там условно говоря сейчас мы же понимаем что это война техника ломается техника уничтожается да но там а какие-то гаубицы они там приходят в нерабочее состояние да там те же позитаж 2000 мы говорили уже неоднократно что они не выдерживают нашего темпа стрельбы летом не выдерживали поэтому необходимо было их ремонтировать как сейчас все с этим дело происходит ну вы представляете в каких условиях эксплуатируется момент наступления отступления любого движения тот же танк тот же бетер бмп они всегда работают в режиме полного экстрима скорость развороты на месте потому что движение это жизнь малейшая пауза ты не остановишься подождать не будешь снижать скорость на повороте потому что ты становишь ты так являешься мишенью вот так будешь хорошей мишенью поэтому техника выходит из строя очень быстро моторесурс не очень большой в таких условиях эксплуатации это как гоночная машина если обычно можно проводить тура полгода в год то гоночная то после каждого заезда ее постоянно надо ремонтировать естественно с людьми кстати то же самое происходит поэтому людям тоже надо как-то приходить чувство очень много у нас все-таки ранений благодаря кстати отличным аптечкам отличной подготовки то есть без хотя бы двух занятий по тактической медицине никто тебя на передовой отправлять не будет ну во всяком случае у нас так вот то если учат переворачиваться накладывать турникет господи посмотрели в трофейных аптечках что у них ну если у вагнера были турникеты в контрактниках то эти идут с резиновыми жгутами шестидесятых годов до и чмобиков и срочники попадались и мобики из донецка и луганский ну чтоб ты понимал норматив если у тебя ранение в ногу чтоб ты не истек кровью у тебя 30 секунд наложить турникет его затянуть чтобы остановить кровь если в руку норматив 60 секунд если ты не успеваешь это сделать на тренировке инструктор орёт все ты сдох можешь не дёргаться начинай заново ну а как резиновые жгут завязать допустим одной рукой ну это дикость поэтому у нас процент выживших раненых гораздо выше но их надо потом лечить их надо восстанавливать чтобы они нормально ходили нормально двигались ранениям действительно жутки у нас всего восемь процентов это пули а девяносто два процента это осколки и там конечно бывает нужен поэтому да и на лечение надо вывозить и технику выводить на ремонт и этот вопрос решается и решается именно правильно красиво рядом есть страна нато связываться с которой россия побоится железобетон вот отрабатывает сейчас этот вариант по моему отличный то есть по большому счету сейчас польша насколько я понимаю в ближайшее время румыния станут нашими тыловыми областями где будут лечиться солдаты ремонтироваться техникой производится на самом деле еще и тех я тебе больше скажу туда можно перенести все производства которые служат но которые можно перенести которые служат мишенью об этом эксперты говорят самого начала войны работает предприятие платит налоги в украине приносит пользу тем более если производит что-то связанное с войной а по нашей жизни в современных условиях с войной связано все от выпечки хлеба до производства носовых платков да ну то есть все все это если небольшое производство но во львове даже рано мишень а но в ивано-франковской области мишень мы смеялись до последнего времени как если смеяться наша жизнь на цирк неемся что единственная область куда не прилетали ракеты за все время это черновицкая самая спокойная но туда тоже уже прилетает все и поэтому все что можно надо выносить поляки пойдут навстречу охотно есть свои выгоды или просто поддержать ну про вообще не прекрасно понимают что если мы сломаемся они следующие все и с ними россия связываться не будет это для нас защита к сожалению мы не можем атомные станции тессы но опять же таки сегодня было заявление то ли министра энергетики только какого-то другого украинского официального лица о том что украинерго уже отрабатывает алгоритм получения нехватающей электроэнергии из европы потому что я я энергосистема объединены и мы можем недостаток восполнять насколько я понимаю там сейчас вопрос исключительно в стоимости электроэнергии нет нет вопрос вообще не в стоимости вопрос стоимости решается проблема в другом я просто 15 лет в энергетике проработал я постараюсь объяснить проще произвести электроэнергию это один вопрос передать ее второй принять третий но между этими моментами стоит трансформатор что произвел атомная электростанция тепловая электростанция они не генерируют 220 или 380 и он невозможно передать нас развалятся все провода потери будут сумасшедшие поэтому передают 110 ну самая распространенная 110 киловольт есть 220 есть 330 есть самые большие у нас 750 киловольт оптимальные под это все рассчитано но тебе в розетке нужно 220 поэтому на подстанции трансформаторы которые делают из 110 допустим 6 киловольт она уже приходит к дому в будке которые все знают т.п. она делает из 6 220 380 вот так это работает и россияне бьют активно именно по трансформаторным подстанциям это первая задача чтобы вот эту передачу поломать либо по тест почему важно бить по тест потому что они обеспечивают маневрируют маневренную мощность атомка дает где-то 50 процентов не потому что не может больше она может больше но она не может делать быстро больше меньше зависимости от того сколько людей что включила попробовали один раз пусть и четвертом году мы помним это был чернобыль больше не пробуем вот и по тестам поэтому они бьют и без тестов может работать атомка что получилось у нас во время последнего удара когда там и киеве было очень тяжело и других регионах они ударили так что разорвалась связь в единой энергосистеме украины кто-то остался связан с европой а кто-то ни с кем не связан и потребовались практически сутки чтобы энергетики объединили всю эту систему то есть украина работала по подстанциям дтеки работали по своим тестом и теперь другие и украины и дтек работали по линиям связи с трансформаторами большая проблема с попадая по трансформатору его делать долго не будет делать можно в запорожье на заводе потому что ты так просто импортные не поставишь там достаточно сложная система энергетики сейчас стану достаточно сложно но вот мы видим эти удары были достаточно сильные за сутки ну что вчера уже к 11 часам восстановили какую-то связь к вечеру уже практически все регионы подсоединились дтек запустил все тесты чтобы запустились атомщики и они начались ухронно работать то есть по идее как говорят и эксперты и мой прогноз на взгляд не очень подробный чтобы я не лез на сайт украинерго два часа не разбирался куча сколько генерирует два-три дня и наши энергетики в принципе справятся с задачей и мы перейдем к плановой экономик плановым включением отключением не будет больше аварийных это очень важно но это для людей важно для промышленности для бизнеса то есть к этому перейдем но на самом деле россия за этот удар планировала уничтожить все трансформаторы сети а если так слава энергетикам слова пву 70 80 процентов ракет было взбито на подлете хорошо скажи мне пожалуйста тогда как видишь как нам повезло ты специалист в этих двух областях мы восстанавливаем сейчас все это дело насколько я читал нам там литва отправляет трансформаторы кроме того что все нам отправляют генераторы все нам отправляют причем генераторы там 100 киловую киловаттные то есть мощные такие промышленные генераторы нам отправляют в том числе еще и трансформаторы но мы восстанавливаем вот мы сейчас восстанавливаем они опять бьют будет опять то же самое будет опять blackout из которого мы будем опять восстанавливаться в течение недели но мы надеемся что они будут мазать больше и наше пво ну потому что пво это не совсем противоракетная оборона это противовоздушные приходится перестраиваться переучиваться все не очень просто мы на это надеемся они надеются что они за один раз нас накроет так что все было больше не встанем не разожмемся и идем пока вот и пойдем сносить зеленского лишь устроили этот цирк в одессе там раскачивали народ что во львове свет есть постоянно а в одессе то подключают зеленский виноват надо мириться с россией но цирк получился достаточно дешевый но настолько дешевый что даже принц и сми не заметили не потому что цензура а потому что ну просто 50 сумасшедших городских снимать на камеру и пускать в эфир это всегда считалось ну за очень большие деньги в условиях войны не очень-то ты купишь такую провокацию вот но россия раскачивала на всех тук-шоу я смотрел на резку там по моему гостей 10 у скобеевой по очереди все разрывали рубахи на груди кричали мы их заставим сидеть в холоде уже одесса встает с колен душат протесты но скоро украинцы взболтуются снесут зеленского и мы начнем дружить опять это там тоже самое даже самое идиозное говорят ребят ну они же понимают кто бомбит кто взрывает подстанции кто бьет по тессам они ненавидят нас они зеленского не укор энерго не дтэк не энергетиков они ненавидят нас как мы будем дружить дальше ребят неужели до вас начало доходить наконец мы не тупые мы знаем кто виноват наших бедах да да абсолютно четко это понимаем видел ты или нет мы сейчас покажем наверное это видео как в киеве включили свет после более чем 24 часов его отсутствие и первое что люди начали кричать из окон это путин и слова украине героем слова это первое что начали кричать украинцы так что никаких протестных настроениях в украине речь точно не идет но речь в украине идет о новых поставках пво насколько я понимаю во время последнего обстрела мы выдержали снова 73 процента больше 70 процентов ракет было сбито но вот эти вот 16 ракет которые долетели сотворили вот это вот чудо что ты слышал что ты знаешь о постановке на боевое дежурство новых систем пво которых у нас до этого не было насколько они помогут нам избежать или минимизировать результат который мы получили во время последнего обстрела потому что одну строить прогнозы тут опять таки тяжело видим что некоторое оружие которое считалось суперовским высокотехнологичным оружием будущего оказалось вообще никому не нужным а кое-что на что никто не делал состав и те же дроны никто но не делал из них культа а оказалось что это вообще решает все сейчас на поле боя поэтому посмотрим посмотрим что будет системами патриот больше хотела чтобы они защищали украинское небо германия вроде не захотела но говорят что никогда не говори никогда процесс переговоров идет но будем реалистами как люди которые хотя бы играли в карты скажем так что если летит 100 ракет украину ни одна система пво не собьет стол можно сбить одно если летит 1 можно сбить 10 если летит 10 но если их летит действительно ну очень много что-то надо летит и тут когда люди кричат израиль расправляется это не совсем корректно по израилю часто шмеляют ракетами которые сделаны из пуска трубы в гараже израиль небольшой и железный купол там построить можно железный купол для украины обошелся в такие деньги что я не знаю не существует ли вообще в мире столько денег теоретически поэтому железного купола у нас не будет что-то будет долетать всегда увы пока у нас больной сосед пока у него есть что-то кроме камней хоть какие-то ракеты на они будут долетать периодически эти проблемы будут пока мы их не заставим заткнуться успокоиться и наконец-то водить порядок у себя в сортирах но можно ли сказать о том что по твоим наблюдениям что с момента последнего удара там условно говоря украинское пво становится все сильнее все сильнее прикрывает все более надежно по цели конечно украинский пво с момента с первого дня большого вторжения становится сильнее просто это опять-таки не моментально и техника приходит не моментально и экипажи надо учить хотя те с кем я сталкивался в том числе инструктора они в шоке у нас учится человек месяц-два управляться с этой системой пво с этой с этой артиллерийской установки это украинцы что-то посмотрели в ютубе и в течение недели он управляет не полностью еще но как условно три дня в ютубе полистал день послушал теорию три дня практики через неделю имеется готовый оператор который не хуже профессионала ребят вы не понимаете у вас в армии он закончил школу пошел в армию а у нас современный крест армии очень много людей с высшим образованием со среднетехническим то есть им разобраться в технике очень легко они понимают как это работает просто вот эту конкретику посмотрел вот его смертва в случае с моей биографии мы сидим в лисичанске связи нет никакой нас осталось несколько человек и мы сидим на базе в бункере и есть риск у нас окружили что может быть никого вообще из подразделения не осталось и что сейчас сюда зайдут они всей массой и начнут раздавить и покойный батя открывает оружие говорит пацаны набирайте что хотите вот все хранил до героического наступа на севера донецк берите сейчас все времени нет экономить и не на чем я убил красивую громадным блестящую зеленую штуку это мотодор аналог джавели на немецком а у нас генератор работает стрелинкой я старшему говорю сашки саша а как пользоваться у тебя есть пять минут есть интернет есть и шумик вести как стрелять из мотодор ты попробуй я вожу ролик почти две минуты для тупых я первый раз посмотрел ну да не может быть что так просто посмотрел второй раз а там действительно просто ты откидываешь две рукоятки поднимаешь прицел к стрельбе готов все единственный выбор там есть желтый штырь впереди если ты его выкрутил это бронебойный если вкрутил это против пехоты это по-другому работает против стен против живой силы это выкрути вперед вдруг зайдет танк и саша если зайдет танк сейчас вариантов нет но вообще а если это скорее всего с пехотой чем больше накроем тем лучше все пять минут современная техника она рассчитана ну логично рассуждают что солдат не должен думать все должно быть просто просто на нервах в обстановке поэтому наши технические ребята осваивают все очень быстро но все равно это время да и конечно мы с союзниками мы идем на эту хитрость который помню ни для кого уже не секрет что наши ребята едут за границу учатся вполне официально а потом принимается решение о поставке украине новой техники блин это же еще типа же надо готовить пару месяцев экипажи уже готовы а вот и мы да как приходит английская техника приходят хаймарс и то там точно натовские экипажи но не может же украине сесть и почувствовать как работать да украинец два месяца уже учился заграниц этим пользоваться все по поводу оружия вундерваффе да потому что у украинцев тоже есть определенная система вундерваффе они появляются на разных этапах войны да в первые в первый этап войны это были байрактар и это были джевелины да потом появился наш супер-пупер бог хаймарс на который мы до сих пор еще молимся но одним из тех богов которые нам пока что еще не доступны несмотря на то что мы на них молимся является атакамс до 300 километровая ракета которая запускается баллистическая ракета которая запускается из того же хаймарса и может позволить нам достать ну по большому счету всюду куда нам нужно особенно сейчас эта идея опять поднимается потому что мы вышли на правый берег днепра и от правого берега днепра существующим на существующей номенклатурой мы можем доставать только до одной дороги в крым а таком сами можем доставать до всех что ты можешь сказать папа по этому поводу почему нам их не дают и могут ли нам их дать тема тема хаймарсов она снова это просто раскруто медийно раскрученная тема есть на аналог хаймарса великобритания на базе брэдли у него больше условная большее количество спалов и туда можно запихать любую ракету можно на любое расстояние стрелять просто разные типы ракет и мне так кажется что хитрые уравновешенные англичане и американцы они просто не дают путину шанса сказать все украине будем поставлять вот это вот это никогда ну дадим 2 хаймарса ладно ну 12 но дальних ракет давать не будем нет дадим только малый ну и немножко средних поэтому ладно средних без ограничения вот такой метод ну как вот тактика маленьких ножевых порезов и вроде как но ничего страшного не происходит ничего принципиально не происходит но мы за месяц приходим к тому принципе чему и хотели но за два за три там по-разному то же самое партии редали артиллерию да она в принципе по дальности отличается от российского нас преимущество там на полтора километра это ну условно 12 и 6 или 14 ну то есть не особо важно но она точнее она скоростей перегреваются но если в эту же артиллерию словно говоря ставить эскалибур то это уже 30 километров и уже получается другая песня у нас есть они уже все отлично вот как отработала артыш я не помню рассказывал нет под херсоном когда еще херсон был под ними под патри это прекрасно местные сообщают нашим там есть местное подполье в нашу разведку о том что знаменитая там 205 мотострелковая дивизия российская звери элита они воевали везде где только можно то есть это культ такая культовая бригада сборных сил россии у них по моему не бригада дивизия до сих пор называется и что едет комдиф проводить совещание с офицерским составом и даже принципе известно где ходит туда разведка в том числе наши кортовцы туда выходили проводят проверяют смотрят как это выглядит координаты все возвращаются на связи с подпольем все артиллерия потирая руки наши ждут и приезжают начинается совещание арта дает им пять минут и туда летит результат что дивизия сиротела без командира и без части офицерского состава кого-то избегли живым кого-то раненым но не всех вот так что это все работает что касается доставать их с правого берега на левый во первых достают уже и хаймарсами том числе а во вторых не будем забывать а мы на левом берегу уже есть просто нам надо пройти небольшой путь в мелитополь в бердянск им придется очень быстро бежать крым им придется быстро бежать крым потому что иначе мы их открыли мы отрежем они окажутся в котле где с одной стороны наша армия другой стороны днепр и на том берегу тоже наша армия улыбаемся и марш но есть риск конечно удара со стороны мариуполя и но я думаю что командование это просчитывает потому что заметь вот с начала большого вторжения никаких и лавайсков и дебальцева не было как даже в лисичанске у нас есть интернет и каждый день русские пишут все ли сейчас взят в кольцо мы сидим блин хватит дразниться ну хватит нам и так страшно вот через две недели мы уже начали верить что мы в кольце ну вроде мы пытаемся на бахнут привозим консервы привозим пока каждый день а русские утверждают что мы в кольце полном все и мы смеялись две недели и потом когда действительно была угроза кольца чтобы сохранить боеспособную часть армии командование аккуратно нас вывела в течение двух дней на бахнут и русские захватили лисичанск но никого не взяли то есть котлов нет поэтому риск того что при нашем наступлении нас вовнут в котел он минимален наши достаточно проучились на ошибках что армию нужно беречь иначе некому будет боевать давай чуть-чуть посмотрим вперед но сейчас на фронте ситуация безусловно сохранением нашей инициативы мы продолжаем накапливать силы там где надо и перебрасывать силы туда куда надо но даже если посмотреть на карту становится понятно что фронт сильно сократился то есть сейчас фронт по определенным подсчетам где-то чуть больше 500 километров из которых там 200 километров это река да это река и это реки да то есть но на этом фронте сократившимся они оперируют большими силами чем оперировали дуэтом а потому что они нагнали мясо они смогли там задержать нас под сватово они смогли уплотнить утрамбовать вот эту вот линию линию обороны учитывая это какие твои your humble opinion да твое личное мнение прогнозы на дальнейшее развитие смогут ли они нас остановить что происходит они усиливают действительно концентрацию линия фронта стресс но мы тоже усиливаем концентрацию но они усиливают в основном за счет живой силы причем далеко не с лучшей подготовкой мы усиливаем за счет том числе и техники современной которая идет арта в том числе какой будет результат предсказать несложно строить прогнозы извини не могу потому что так получилось что по своему подразделению я знаю что будет дальше немножко не ждет неприятный сюрприз но поэтому строить прогнозы смешно говорить правду нельзя вопрос который волнует всех украинцев которые задают каждый украинец а закончится ли когда-нибудь ракета у российской федерации ракеты крылатые ракеты дальнего действия уйдет ли когда-нибудь эта угроза или хотя бы может ли она уменьшится до того уровня когда они могут запускать за 20 ракет максимум за один раз или же все таки это угроза будет постоянно пока это угроза существует пока они могут эти ракеты покупать у ирана у северной кореи что-то доставать из старых запасов ряд там западных аналитиков заявляют о том что они снимают ядерные боеголовки с носителей используют уже эти носители в том числе то есть я думаю что запас то есть я не буду уподобляться нашему хорошему человеку в эфире который ведь новым в 2-3 тысяч не все запас есть и гур предполагает что через неделю будет нанесена 5 мощный ракетный удар эксперты я буду доверяю больше вижу эксперты говорят что две недели потребуется бог знает кто прав увидим ну вот то есть я думаю что эта проблема будет оставаться и она не будет сходить на нет постепенно то есть они будут у нас стало меньше ракет давай кидать не 50 а 40 через минут давай кидать по 30 лет они постараются тем что есть вот просчитали это количество и дожать нас добить нас загнать как можно дальше используя всю мощность вот сейчас они используют все что могут насколько их хватит ну у них все это было военная тайна но посмотрим по твоему мнению вообще в принципе может ли закончить россия войну в свою пользу подобными ударами ракетным уравнение в два действия решается первое действие они разрушают инфраструктуру в первую очередь энергетику второе действие украинский народ сносит неугодную власть и просит россии камере если первое действие теоретически они могут совершить хотя наши энергетики доказывать что нет то второго не происходит о чем мы говорим мы лучше год без света чем навсегда с вами так что это не сработает таким образом даже для военной инфраструктуры но все-таки мы так понимаем что гражданские могут посидеть в темноте там обнять детей укутать их сильнее но тем не менее но военная инфраструктура это же тоже военные заводы это военная логистика это обесточенные участки железной дороги короче все то над чем так радостно скачут пропагандисты в своих шоу дизельные поезда никто не отменял дорог настроили много сколько ругались надо зачем нам эти дороги давайте купим еще ракет ребята дороги вам любой командир роты человек который хоть немножко растет логистика это вообще это вот одно из ключевых из трех слонов на которых держится планета земля разные варианты есть и разрушить всю инфраструктуру не так просто может разрушить туннели разрушить железную дорогу железнодорожные узлы они обещают и реально хотят очень давно не все так просто а что касается военных на фронте то опять-таки тут же лисичанск северодонецк ну там не было света не было мобильной связи очень долго и очень давно потому что просто там обесточено все разрушено все завалено все военных есть дизель генераторы и бензиновые генераторы есть старлинки поэтому плевать мы хотели ну то есть ну и так когда мы говорим о военных мы говорим не только о солдатах в окопах собственно говоря там то понятное дело но когда мы говорим например системах и запитки систем пво ракетные системы положено радары пво все это запитывается из абсолютно независимых источников и абсолютно независимых ресурсов удар по тэц генераторы тоже есть да удар удар по тэц он бьет в первую и в единственную очередь по гражданским они по военным заводы заводы уже даже было официальное заявление о том что выпуск снаряд налажен на территории стран партнеров чехия румыния ремонт и точно так же это все данные из открытых источников американцы открывают целую ремонтную базу когда когда я говорю американцы открывают и мы можем подозревать что они ее уже открыли просто сообщили об этом сейчас ремонт ну как это тогда вчера решили позавчера открыли хорошо непонятного надо срочно да поэтому наши русские зрители они должны прекрасно понимаешь что все что несут а пропагандистов своих шоу по поводу того что вот эти вот удары они хоть каким-то образом влияют на военную инфраструктуру ребят лапшу снимаем с ушей у вас выемка здесь очень удобная для лапши давайте выковыривайте оттуда лапшу потому что на самом деле на военную инфраструктуру это практически не влияет задержка военного эшелона на час ничего не решает а пока больших задержек по железной дороге у нас не было в стране естественно комары выведены уже специальные морозостойские шерстяные поэтому с такой шерстью как у белого медведя и размером таким же как по твоему мнению закончится война когда говорить не будут того чтобы не уподобляться двух трех недельному нашему да но по по твоему мнению как она может закончиться донецк и все юг донецк и все юг донецкий крым и все или может быть что-то еще если позволишь эти расскажу в течение полутора минут анекдот короткий приходит к мудрому рыбе сарочка молодая невеста рэбе скажите у меня сегодня первая брачная ночь мне ложится вдоль кровать или поперек в это время забегает рабинович и говорит сарочка вот это вот мелочи пробиваешь нет деньги говорит рабе мне деньги ложить в акции или в облигации что выгоднее как сохранить капитал мудрый рыбе смотрит на них говорит рабинович не сарочка как бы ты ни легла с тобой сегодня будут заниматься сексом кстати рабинович вас то тоже касается вот мы находимся в той же ситуации чтобы не говорили русские кармане не торговались чтобы они не присоединяли территории российской федерации на решение своей госдумы и донецк и луганск и крым все будет возвращено в украину их выбор как это будет сделано или вдоль кровати или поперек или они уйдут сами или они будут оттуда выбиты уже есть такое решение такое настроение это поддерживают все наши союзники у нас для этого есть все силы и ресурсы и решимость или зеленский принципе честно предупредил вы уходите сами освобождаете территории все никакого отдельно говорим про крым и тогда начинаются переговоры не уходите сами вас отсюда выбивают и опять тогда начинаются переговоры после освобождения всех территорий но переговоры тогда будут идти в другом тоне а условия переговора просты компенсации причиненному ущерба суд над военными преступниками и с выработкой системы безопасности гарантий для украины потому что будапештский меморандум мы не верим то есть вот так то есть или так хоть тушкой хоть чучелом опять-таки но и крым и донбасс будут возвращены ты видишь реально ты видишь условия при которых россия может пойти на эти позиции на эти условия я вижу на практике что единственный областной центр который не взяли это херсон его вернули назад это не бывший мужчина который строил из себя слишком много территории мы возвращаем вот так что все это так и будет хотят они того или нет просто когда они начинают рассуждать что мы заморозим конфликт до конца зимы потом наступление мы сделаем ребят нас рации на разных частотах вы можете говорить все что угодно мы один хрен вас не слышим нам свое рыбыть у нас свои планы и пока выполняются наши планы и будут выполняться их впереди ждет много неприятных сюрпризов так что это будет так или иначе но это будет по нашему по нашему сценарию украина будет освобождена жестом доброй воли со стороны россии жестом недоброй воли со стороны нас и от 3 сценарий который опять-таки возможен и дополняет просто опять-таки приведет к реализации любого из первого или второго это переворот или раскоп ритм война в самой россии но так или иначе нас это уже не касается просто мы возвращаем свою полость и после этого начинается разговор только после этого перри перри переворот элиты и так далее все равно это приведет к одному из первых двух вариантов промежуточный этап между либо вы сами уходите либо в сложившемся хаосе когда мы мобилизованные втыкают штыки в землю садятся в эшелоны и едут там грабить купцов да это 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 все равно либо уходите оккупанты да поскорее мы уже так хотим победы